МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О фестивале нам сегодня расскажут наши гости. Итак, Анна Олега, директор департамента культуры Приморского края. Здравствуйте. Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта. Добрый вечер. И Алена Доценко, директор Приморской государственной картинной галереи. Все эти прекрасные люди, наши гости, отвечают за организацию фестиваля «Лето на русском». Если у вас есть вопросы, звоните, задавайте. У меня первый вопрос. Какая основная идея этого фестиваля? Зачем его придумали? И вот уникальный случай, чтобы объединили и спорт, и культуру сразу все вместе. Как родилась идея? Кто автор? Может быть, я отвечу на этот вопрос. В 2012 году, как мы с вами знаем, появился у нас и стал работать Дальневосточный федеральный университет, у которого есть замечательная набережная, которая стала центром прогулки и отдыха горожан и гостей Приморского края. Конечно же, захотелось соединить прекрасное, спортивное, сильное воедино, и, собственно, был таким образом и рожден фестиваль «Лето на русском». Три года назад этот фестиваль дал старт, в этом году он получил свое развитие, потому что в рамках фестиваля проводится огромное количество мероприятий. Он, знаете, наверное, вот как нанизан на ниточку, бусинки нанизан на ниточку, столько мероприятий в нем и есть. Это и выставки, и перформансы, и спортивная часть, и то, о чем мы сегодня будем с вами говорить. О спортивной части, Жанн Анзоревич, расскажите, пожалуйста, вообще тяжело ли провести вот это мероприятие, потому что это международные соревнования, сюда, во Владивосток, съезжаются аквабайкеры, причем такие действительно серьезные спортсмены со всего мира. На самом деле, если нам рассказать о том, как это все начиналось, то каждый год у нас новые виды, которые мы проводим, вот, и что касается, допустим, прошлого года у нас проводилось прекрасное мотофристайл-шоу, где участвовали сильнейшие спортсмены, которые вот нам представили это прекрасное шоу, вот. Что касается этого года, но я бы хотел поподробнее... Об этом годе мы поговорим чуть позже, мне хотелось бы вернуться все-таки к истории, к событиям тех лет, да, я имею в виду в первую очередь чемпионат по аквабайку, который собрал прекрасных мужчин, красивые машины. Каждый год у нас, вот, три года, Анна Николаевна говорила о том, что действительно стало работать у нас федеральный университет, набережная, где у нас место такое для наших горожан, жителей Приморского края. Я считаю, что вообще сам Русский остров на сегодняшний день – это и территория опережающего развития, куда мы должны обратить свое внимание и проводить там всякие всевозможные мероприятия, как спортивные, так и культурные. Ну и поэтому, наверное, все-таки у нас и родилась эта идея. Я бы сказал, и не побоюсь этого сказать, что инициатива была руководителя нашего региона, Владимира Владимировича Миклушевского, проводить это мероприятие. И мы совместили культурное мероприятие и спортивное мероприятие. Поэтому вот уже в третий раз оно сейчас будет проводиться в августе месяце традиционно, потому что август для нас, для приморчан – это такой месяц очень хороший, теплый, теплая вода. Наверное, самый главный, потому что действительно ощущаешь всю радость жизни и бытия. Конечно, и, наверное, вот это делается для жителей Приморского края и для наших гостей. Возвращаемся опять к аквабайкерам. Вот чемпионат, ну даже это так громко сказано, чемпионат мира по аквабайку, международные соревнования, да? Тяжело ли привлечь спортсменов? Тяжело ли их пригласить? А каковы условия приезда их сюда? Вот с технической точки зрения расскажите, пожалуйста. С технической точки зрения я хочу сказать, что у нас есть аккредитованная Федерация водномоторного спорта Приморского края, которая берет на себя решение всех организационных вопросов, приглашений спортсменов в организации этого мероприятия. Ну, насколько трудно и тяжело? Ну, я, наверное, скажу от себя, что проведение любого мероприятия, оно требует определенных усилий, определенного времени, ну и, конечно, немалых средств для того, чтобы его провести. Я считаю, что это очень зрелищное мероприятие, его нужно проводить. И на сегодняшний день, что касается аквабайка, у нас спортсмены из 14 стран мира, в том числе и России, будут принимать участие 35 иностранных спортсменов и 20 российских спортсменов. Среди них и чемпион мира Жан Бруно Пастарелло из Франции, и Жан Батис Батти, это тоже француз, который вместе в одной команде с ним. И Карлос Труто, это португалец, это вот такие чемпионы Европы. Это вот знаменитые спортсмены в этом виде спорта, поэтому, ну, сильнейшие, можно сказать, спортсмены сюда приглашены. Поэтому гонка будет очень интересная, она будет в течение пяти дней проходить. А расскажите, да, вот немножко о гонке, вернее, я предлагаю о гонке все-таки поговорить чуть позже. А сейчас мы передадим слово нашему третьему участнику, Алёне Доценко, директор картины галереи. И чтобы немножко погрузиться в историю, да, как это было, я предлагаю посмотреть сюжет, который мы снимали в прошлом году на набережной кампуса ДВФУ. Несмотря на то, что у моря они написали уже сотни картин, с такой экспрессией приморские художники еще не сталкивались. Сегодня главная тема для вдохновения – динамика аквабайков. В основном, как бы, пишем пейзажи, как бы, людей не задействуем. А здесь есть возможность именно найти какую-то экспрессию в живописи, движение, найти интересные лица. Чемпионат мира по аквабайку стал основной темой для полнера не только приморских мастеров. По случаю в Владивосток приехали молодые художники из Москвы, студенты и преподаватели Строгановки. Несмотря на богатый опыт путешествий, эта поездка на Дальний Восток страны для них стала настоящим откровением. Впечатлила спорт, сила, молодость, красота, природа. Вообще очень великий, красивый край. Море, мосты, приморский воздух – все требует нового подхода к изображению. Но особенно – динамика спортивного состязания. Честно, вот в голове так и идет этот рев моторов. Очень приятно рисовать. Но, конечно, действительно сложно передать вот именно то, что это секунда, он поехал и все. А тебе надо это изобразить. В течение четырех дней художники работали бок о бок со спортсменами. Ловили самые интересные моменты состязаний. Но открытия были не только у них. Многие участники соревнований впервые смогли увидеть себя с такого неожиданного ракурса. Я первый раз вообще вижу, что рисовали водные мотоциклы, водную технику. Мне очень понравилось. Я сразу увидел, мне стало интересно. За четыре дня спортивных состязаний художники сделали так много, что набралось на целую выставку. Она будет открыта для всех тех, кто попадет в выходные на остров. А потом останется ярким, живописным напоминанием о том, как искусство и спорт, объединившись на русском, подарили такой праздник. Ну вот мы сейчас посмотрели, как искусство и спорт, объединившись на русском, подарили действительно праздник. И об этом мы будем говорить в нашем эфире. А все-таки хотелось бы поговорить об итогах прошлых лет. И, наверное, об итогах культурных мы поговорим с Аленой. Первая задача невероятно необычная, потому что на русском, в кампусе вам поставили такую задачу. Что должно быть первично? Ну, вы знаете, нельзя сказать, что должно быть первично, потому что на самом деле все находится в таком хорошем равновесии и взаимодействии. Потому что действительно замечательное выставочное пространство, потрясающая природа, которая открывается на острове Русский. Плюс, конечно, соревнования, то есть вот этот вот драйв соревнований, то есть быть таким непосредственным свидетелем, то есть не просто пассивным зрителем, а участвовать во всем этом. И, конечно, это интригующе всегда для художников. То есть вообще у нас как бы программа состоит, это и выставки, это и пленэр, и творческие встречи. Но вот пленэр – это одна из составляющих, когда художников есть возможность в течение нескольких дней погрузиться в атмосферу просто написания работ, этюда, общаться со зрителями, потому что, естественно, зрители неравнодушны, они подходят, они задают вопросы. И надо сказать, что все ребята и художники, они очень благосклонно к этому подходят, отвечают, очень рады, что интересуются, спрашивают, то есть не замыкаются в себе, как ракушка. И потом, конечно, наш край с живописными вот этими пейзажами, потому что и московские художники, когда приезжали, участниками были и художники из Венгрии, из Кореи, из Китая, они, конечно, все отражали вот эту красоту Приморского края, эти замечательные мосты, эти острова, море. И, в общем-то, достаточно много интересных произведений было создано. Итогом является ежегодно выставка, которая представлена будет зрителю по итогам арт-пленэра. А с точки зрения организации, вот вам, как человеку, работающему, как правило, в пространстве закрытом, да, организовать что-то на выезде, на острове, насколько это сложно? Нет, ну, есть, конечно, все эти проблемы, безусловно, но они все решаемы, то есть все взаимодействуют, все департаменты, мы взаимодействуем с университетом, и, в общем-то, все решили, вот только сегодня завершили монтаж оборудования для будущей выставки, которая откроется уже в ближайшее время и порадует всех. Вот, поэтому все это решаемо, все это мы делаем вовремя, в сроки, и очень рады будем, когда эта работа, наша работа приносит удовлетворение всем, кто уже посещает. То есть когда ты видишь восхищенные взгляды зрителей, которые просто говорят, ой, как здорово, а мы не знали, ой, какие замечательные работы, это у нас такие художники есть, вот, то есть это, конечно, рад, потому что это открывает для нашего жителя какой-то некий другой совершенно срез. То есть одно дело – это музей, галереи, а здесь совершенно иная атмосфера, которая вот позволяет прикоснуться и к прекрасному, и в то же время быть непосредственным соучастником вот этих замечательных, красивых спортивных соревнований. Вот мы сейчас говорим о том, какие открытия подарила Лето на Русском нашим горожанам и гостям Владивостока, да? А какие открытия подарил этот фестиваль вам, уважаемые директора департамента, Жанн Зорьевич? Во-первых, в первую очередь задача у нас стоит пропаганда, развитие физической культуры и спорта у нас на территории Приморского края. А это, что ни на есть, самое естественное. Почему? Потому что мы, помимо этих соревнований, проводим соревнования в том числе и по мини-футболу, по уличному баскетболу, по теннису. Это вы говорите про то, что в этом году будет, да? Да. Вот у нас в этом году предполагается также вот в кампусе федерального университета, на созданной спортивной инфраструктуре провести вот эти всевозможные мероприятия. Но мы также хотели бы задействовать еще адаптивную физическую культуру. Это спорт для людей с ограниченными физическими возможностями, с поражением опорно-двигательного аппарата. Для них у нас тоже предусмотрена целая программа. Вот давайте об этом поподробнее. А что за программа, когда она стартует, где и как? Эта программа у нас, ну вообще сам фестиваль и сама спортивная программа начинается с 8 числа и по 15 число включительно. Единственное вот соревнования по аквабайку, они у нас закончатся 16 числа. Вот. И вот в это время мы планируем провести на стадионе у нас мини-футбол планируется. Когда? Ну, по датам, если сказать, это 8 числа у нас планируется мини-футбол. Это я сейчас рассказываю про адаптивную физическую культуру. Также игра ботча. Это что за игра? Игра с мячом. Мы вас пригласили. Хорошо, поиграть. Да, это посмотреть, но сам смысл в чем заключается, что легкая атлетика, это где-то дистанция будет в 60 метрах, вот как раз для людей с поражением опорно-двигательного аппарата, вот на колясках, мы это тоже предусматриваем. Поэтому это уже вот впервые мы будем проводить, такие соревнования. Также мастер-класс по бейсболу будет проводиться у нас на стадионе. А кто будет проводить? У нас федерация, Приморская краевая федерация будет проводить, вот, поэтому все желающие, если кто хочет познакомиться ближе с этим видом спорта, могут прийти и посмотреть. И самое новшество, которое в этом году у нас появится, помимо гонки на лодках дракон, традиционной, которую мы проводим на акватории бухты Яякс, которая, в принципе, она всем располагает, чтобы там проводить это красочное зрелище, у нас еще запланирована гонка на лодках Аутриггер. Это гонка... Это впервые? Впервые. Мы пригласили спортсменов из зарубежных стран, это, в частности, прилетят спортсмены из Гонконга. Дистанция экстремальная, 64 километра, вокруг Русского острова, получила название эта гонка Russian Island, и иностранные спортсмены уже стали проявлять внимание большое к этому. Я думаю, что на следующий год количество участников иностранных намного увеличится. В этом году мы впервые проводим и посмотрим, как это пройдет. А как они выглядят, эти лодки? Лодка – это прототип байдарки, только у него есть анти-крыло, груз, который не позволяет перевернуться на волне этой лодки. Почему? Потому что гонка будет, скорее всего, будет волнение на море, и она предназначена для этого. Поэтому такая интересная гонка еще у нас появится. Ну, о волнении, о море и о мерах предосторожности мы поговорим чуть попозже. Вопрос я еще раз задам Анне Николаевне. Какое самое главное открытие для вас подарил этот фестиваль? И подарит? И какого ждете открытия? Скорее всего, подарит, потому что Департамент культуры выступает впервые организатором этого фестиваля. У нас теперь в руках это замечательное событие. Если говорить об открытии, все-таки открытие – это сама площадка кампуса ДВФУ, это набережная, это открытое пространство, где можно проводить мероприятия. То есть, если ранее горожане отдыхали на набережной спортивной гавани, корабельная набережная была задействована, то сейчас мы имеем возможность проводить все возможные вещи, все что угодно, именно на открытом воздухе, на открытой площадке. Как показала практика, любой квадратный метр этой территории трансформируется под выставку Планер, где можно поставить сцену, какую-то локальную площадку, мастер-классы. Все это делается. Алёне, вы и Алексей не задавали вопрос. Что же главнее, культура или спорт? Самое главное и важное для нас в нашем фестивале – это его зрители, это его участники, это те гости, которые приедут на наш фестиваль. Поподробнее о программе, которую готовите, потому что я знаю, что каждый день будет насыщен событиями. И мало того, не только примут участие гости и горожане, я имею в виду город Владивосток, но приезжают творческие коллективы с края. Таким образом, фестиваль «Лето на русском» распространяется, так сказать, щупальца. Да, мы подтверждаем статус краевого фестиваля, культурно-спортивного. По программе, 7 августа, собственно, состоится церемония открытия в кампусе ДВФУ. Это открытие будет ознаменовано открытием выставки, там будет представлено две выставки. Подробнее Алёна Алексеевна, наверное, расскажет. Затем гости смогут пройти и посмотреть на показательное выступление, которое нам покажет Федерация водно-моторного спорта. То есть, непосредственно уже 7 числа мы увидим это красивое шоу с участием воды, аквабайков. Совершенно верно. Показательное шоу, да. И уже будет работать в этот день сцена, на которой будут представлены лучшие творческие коллективы города Владивостока. В этот же день состоятся различные мастер-классы по танцам, по разным видам танца. Можно будет принять непосредственное участие. Мы любим, когда наши зрители, наши гости не просто стоят, смотрят или сидят в стороночке, когда они непосредственно принимают участие. Это вот один из очень важных моментов. 8 и 9 августа к нам приезжают наши коллеги из Приморского края. Будет организована улица мастеров. Это выставка-ярмарка прикладного творчества. Заявилось уже 11 муниципальных образований. Всего словами не расскажешь, надо идти и смотреть. В том числе муниципальные образования подготовили свою программу. Некоторые приезжают к нам просто с творческими номерами. А некоторые из них подготовили самые настоящие творческие презентации своего города или муниципального района. Все это можно будет увидеть, получается, в субботу и воскресенье. Далее ежедневно будет работать большая сцена, выставки-перформансы, планеры. И 15 августа состоится церемония закрытия, на которой, как нам стало известно после вчерашнего совещания, будет проведен конкурс русский прыжок, да, по-моему, его назвали? Русский прыжок. Смысловая нагрузка, что люди наряжаются в какие-то сумасшедшие костюмы и прыгают с перса в воду. Будет создана специальная жюри, которая будет оценивать тот самый лучший прыжок. Все это будет перед церемонией закрытия. А информация вообще уже пошла? Люди готовят эти прекрасные костюмы, чтобы прыгнуть в них? Уже заявились около 40 человек. Есть информация такая. А есть какие-то требования к костюму? Требования все выдвинуты на сайте Федерации водно-моторного спорта. Есть положение, какой должен быть костюм, из чего он должен быть изготовлен. Но сразу, если говорить о мерах безопасности, будут работать водолазы, будет работать МЧС, спасательная служба. То есть, если будет костюм тяжелый и потянет на дно, то послушаем. Мы человека просто не пустим. Поэтому каждый человек в эти дни найдет занятия по вкусу и по душе. Кто-то любит спорт, кто-то любит культуру, а кто-то любит просто отдыхать, загорать на море. Дорогие телезрители, так что если у вас есть совершенно невероятный, даже сумасшедший костюм, welcome на русский, вы станете активным участником, вернее, непосредственным участником фестиваля. О нем мы продолжим говорить после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова